Добрый день! Я понимаю, что тема, которую я сейчас буду освещать, кажется более локальной по сравнению с предыдущим докладом. Однако я хотела бы ваше внимание использовать для того, чтобы обсудить некоторую важную теоретическую и методическую проблему, которая возникает часто у практических психологов. Проблема заключается в следующем. Бывают часть вещей, связанных с персональными убеждениями и с опытом отношений в семье, где человек вырастает, на которые человек может пересмотреть в течение жизни, переоценить, отнестись к ним некоторым новым способом. А бывают среди них некоторые группы ситуаций, которые относятся к травматическому опыту, но которые методически крайне сложны для обработки. Инцестозные ситуации с детства относятся к такой категории ситуаций, но, в принципе, к ним относятся еще целый ряд похожих эпизодов, то есть события, которые точно произошли с человеком, которые остались у него в памяти и которые социально являются крайне невозможными или недопустимыми. То есть почему я начинаю с такого странного заявления? Что значит «недопустимый»? Одно дело, человек совершает преступление по доброй воле или по безумию, которое описано в культуре, и за это полагается определенное наказание, после которого он возвращается в обыденную жизнь. Ну, например, человек в молодости решает, что очень хорошо сделать кражу в супермаркете. Вот он договаривается со своими товарищами, они крадут какие-то продукты, их ловит стража, они говорят «нет-нет-нет, это не мы», привлекая внимание общества, все-таки открывают сумку, обнаруживают взятые припасы. За это полагается либо штраф, либо административное, либо уголовное наказание. После того, как оно завершено, определенным образом ситуация завершается. То есть она обратима в некотором смысле. В некотором не обратима этот опыт, в некотором обратима. И эти ситуации люди потом вспоминают как приключения или как некоторый опыт, и могут легко конвертировать их в новые обстоятельства своей жизни. Иногда это трудное бывает, иногда простой опыт, это по-разному. Но есть типы ситуаций, которые общество считает недопустимыми, невозможными. Их просто не может быть. А, соответственно, что тогда получается? Что если человек попал в такую ситуацию, то... А вот дальше здесь идет большое такое... О-о-о-о! А что же с ним делать? Ну, хорошо. Если я автор такого какого-нибудь романтического фильма, то я в финале этого фильма могу придумать так, что все действующие лица трагически гибнут в автокатастрофе, или во время землетрясения, или какое-то стихийное бедствие, мы их очень жалеем, и одновременно понимаем, что ситуация закрыта. Мы можем подойти к делу практически, подумать, что как-то нехорошо будет, если каждый раз после того, как произойдет некоторый тип нарушения, людей будет просто и не только их, а их близких, ну, как-то вот элиминировать из социальной ситуации. Но есть фильм под названием «Вернувшаяся», та, которая вернулась, Альбадореса, режиссера, но он не очень популярный. Там вся интрига заключена в том, что многочисленные странности, сложности и какая-то отчаянность в то же время движения к любви, в поведении персонажей, связанные с тем, что в основе событий лет за шесть, за десять до описываемых в фильме событий просто была инцестозная ситуация, объектом которой была одна из двух дочерей в семье, и мама случайно узнает от второй дочери об этом факте и убивает своего мужа и возлюбленного этого мужа, а постороннего. Ну, и потом там возникает некоторая интрига. И дочка почему-то в очень плохих отношениях с мамой, и вторая сестра очень почему-то в хороших отношениях с мамой. И там много-много всего, и ты понимаешь только в финале, когда, наконец, рассказывается вся правда, которая невозможна. Все как-то устанавливается. Чем завершается фильм? Тем, что мы будем хранить дальше эту тайну. «Это наше семейное дело». Я была впечатлена этим фильмом тем, что я его посмотрела недавно, случайно, и уже после того, как я стала разрабатывать тему, связанную с инцестозными ситуациями, я была удивлена, что в другой культуре, из другой логики авторы приходили к тем же выводам, каким у меня получалось прийти в практической терапии. Ну, дальше мы, значит, посмотрим, вот что такие за странные ситуации. Значит, существует такое простое определение, оно взятое из интернета, что инцестозная ситуация – это не просто педофилия, то есть когда взрослый человек вступает в какие-то сексуальные отношения с несовершеннолетним, а это некоторая похожая, но усугубленная ситуация. Это половая связь между близкими и родственниками, то есть те, кто сами считают себя родственниками, те, кто внуковое окружение считают родственниками. Интересно, что в разных культурах разная степень близости переживается таким способом. В некоторых культурах только непосредственно папа будет переживаться, как что действует неправильно по отношению к дочери. Примеры все обычно рассматриваются на поведении папы с дочерями, но это не очень справедливо в гендерном отношении. И есть более редкие, но примеры обратного поведения. Женщины с сыновьями или нестандартной сексуальной ориентацией, допустим, папа с мальчиком, мама с девочкой. Это реже просто попадает в поле зрения психолога. Схема будет та же самая. Схема будет те же самые. Просто вот такие ситуации, которые иногда случаются. В художественной литературе есть примеры того, что случилось это по незнанию. И потом, когда люди это обнаруживают, они как-то очень нервничают. В одном из реалити-шоу лет пять назад попробовали этот сюжет реализовать. Там двое младых людей, мальчика и девочка. Они заявили, что они родные брат и сестра, и вот у них есть ребенок. Как бы там было не очень понятно, ситуация была придумана для телевидения или реальность. Как в реалити-шоу, так немножечко могут быть и сценарии. Но она не получила большую популярность у публики. Публика осталась несколько так как-то ошеломлена и не была бурно реагирующей. Потому что, собственно, публика столкнулась с тем, с чем должна была столкнуться. А именно с тем, что мы просто не знаем, что теперь делать. При этом еще тоже стоит заявить, что это интересно, потому что отношения между взрослыми как-то не так обычно. Итак, что это могут быть за варианты? Причем интересно, что в разных странах эти варианты рассмотрятся немножко по-разному. И, допустим, в некоторых странах это вообще отношения не считаются чем-то, куда должна смотреть полиция. Если что-то вопрос соседей, то соседям не стоит заглядывать в окна. А в некоторых странах такие же типа ситуации будут рассмотрены как уголовное преступление. Варианты просто перечисляю, это довольно простые. Чаще всего в поле зрения меня как психолога попадают в работе со взрослыми эпизоды, когда были несовершеннолетние младшие родственники и совершеннолетние старшие родственники. Или несовершеннолетние и те, и другие родственники. И почему мы так фиксируемся на инцестах? Это довольно кажется странным. Но если вы посмотрите массовую психологическую литературу, этих тем вообще не существует в публикациях. Я раньше думала, что мне мерещится, или что мои клиенты врут. Потом вышла чудесная книга Урсула Вирц. И оказалось, что эта ситуация не только у нас, а в Австрии, в Германии и в Израиле совершенно такая же. Клиенты не рассказывают этого психотерапевта, а психотерапевты не спрашивают об этих ситуациях клиентов. Ни в супервизиях, ни в описании случаев ситуации просто не становятся известными. Это очень возненавидительно, правда? То есть, кажется, психотерапевты могут разговаривать с клиентами о чем угодно, о чем им только взбредет в голову. И вот только целый пласт ситуаций, и как только он стал обнаруживаться, эти нулевые годы вдруг всплыли истории, в которых были задействованы достаточно такие иногда статусные люди, и все стало как-то очень странным. Почему, оказывается, как нам кажется, происходили такие удивительные вещи? По двум крупным причинам. Первая, ну, психотерапевты находятся под влиянием, конечно, Фройда. И так как Фройд сначала ошибся, думая, что истерия у женщин – это следствие того, что они были травмированы своими отцами. А потом оказалось, что это не так. Это его ошибка. Она стала некоторой базой для того, чтобы больше к этой теме не возвращаться. То есть сообщения о том, что у меня какие-то идеи по поводу папы рассматривали всегда в рамках традиционной истории, что это все деткам примерещилось. Что-то проявление дипового комплекса, комплекса электро и так далее. Если вот узнаете, что может быть даже вообще, что насилие над детками, какое-то начинственное поведение, оно как-то не очень было в теме между войнами. И в литературе фактически не рассмотрено только вот 50-е, 60-е годы. Наконец стала появляться тема абьюза над детьми, как реального физического события, которое повлияло на психологию. И, соответственно, развиваются некоторые тактики действия уже психологов по отношению к такого типа ситуации. Проблема оказалась в том, что там не совсем аналитические техники оказывались пригодными. Зачастую за странным убеждением или с навязчивостью, или за чем-то лежит просто что-то, что не так уж безумно, как кажется, или что даже что-то реальный был опыт, который человек не знает, куда разместить. Вторая причина – это следующее. Вот я все время путаюсь с этими слайдами. Вторая причина такая, что люди, как правило, не знают, как поступать в этих ситуациях. То есть если вы узнаете, что ваш дальний родственник, например, занимался регулярными сексуальными практиками со своей родной племянницей, а она молчала, потому что не хотела ссориться, чтобы родители ссорились, вы будете просто представить себе такую хотя бы мысленную ситуацию, то я думаю, вы довольно быстро обнаружите, что вы столкнетесь с некоторой дверью внутренней, после которой вы заданете вопросом, а я не знаю, что делать. Я не знаю, что теперь делать. То есть обратиться в полицию в это простое действие, но полиция тоже будет. Она будет знать, что делать с ним, как с педофилом, но не будет знать, что делать с ним, как с участником специфической ситуации. Могу я с ним общаться? Не могу. Что мне от него требовать? Раскаяние или нераскаяние? А я теперь в какой степени задействую в этой ситуации? Что мне делать? На первый взгляд кажется, что это очень простая ситуация. Он не знает, что делать, не делает. А так вот, иное деяние тоже является событием. И вот начинаются у нас разные вещи, связанные с тайной. И таким образом, вот инцестозные ситуации отличаются даже от обычных, связанных с сексуальностью, тем, что тайна их окружает. Событие могло быть само по себе вовлечением, совращением, использованием. Его могло быть почти незаметно. А дальше вокруг него начинает ядовитейший образом разворачиваться круги изоляции. Ну, я бы думала, могу я привести некоторые примеры или не могу. Всегда лучше как-то литературные примеры приводить. Но если мы вспомним, допустим, роман Феджеральда «Ночь нежна», то главная героиня у нее такой странный характер и странное поведение именно потому, что, когда ей было 16 лет, папа, значит, пришел к ней и сказал, ты мне нравишься, вот ты будешь моей женщиной. И вокруг этой вот события дальше разворачиваются очень сильные изменения судьбы отца, который дальше не общается со своей семьей, очень сильные изменения судьбы этой женщины, которая становится очень истеричной. Ну и весь сюжет романа, собственно, и странность поведения его действующих лиц, ну, как-то скооперированного к этому эпизоду. Ну, то есть, в качестве такого литературного источника. Житейские ситуации гораздо проще. Чаще всего ребенок никому ничего не говорит, и даже характер у него меняется не сильно, а только он становится скрытным, и у него нарушается способность к привязанности. А не говорит он по тому, что он боится, что его бросят. Главное, что он не ошибается. Потому что, если он скажет, мама, мама, слушай, а вот папа вчера приходил, делал мне сексуальный массаж. Что мама скажет? Она скажет, не может быть. Потому что, если она скажет, да, то она, кажется, вовлечена в такое количество событий, которые будут непереносимы для нее, для ее окружения. Она не сможет об этом сказать своей сестре, она не сможет сказать родственникам, не сможет сказать соседкам. Она не сможет получить обычной социальной поддержки. Для сравнения, если бы дочка сказала, мама, мама, вчера папа за двойку наказал меня и сбил ремнем. Вот у меня синяки. Ну, мама бы знала, что делать. Можно пойти к сестре, к брату, можно пойти к соседям, можно сказать, что давайте повлияйте на моего мужа, чтобы как-то вот он по-другому себя вел. То есть здесь понятно, что делать. С мужем проведут разъяснительную работу, что нельзя делать телесные наказания. Ну, как-то раскается, исправится, и больше этого делать не будет. Ну, или, наоборот, будет продолжать, тогда будет обращение в полицию. А здесь она будет не знать, что делать. У меня есть просто пример такого случая, ну, который, наверное, можно рассказать, что, значит, живут на свете мама и две дочки. дочкам одной 10, другой 8 лет. Она выходит замуж за приятного человека, который очень секси, а сама она простая, и дочка воспитывает просто, живет в поселке небольшом под городом. И работает она, ну, скажем, в детском саду воспитательницей. То есть такая работа несложная и публичная. И однажды ее новый муж, дождавшись, пока девочки подрастут, подходит к старшей, которая исполнила 16, ну, вручь 14. В его воображении это был взрослый возраст, возраст такого уже согласия, которое, в принципе, может, как бы в некоторых обстоятельствах быть. И говорит ей, ну, давай, вот ты будешь моей женой. Ну, ты мне нравишься, тем более, я тебе не родной отец. Вот я такой человек, ну, хороший. И девочка идет к маме и говорит, мама, вот папа, она его называет папой, вот он, значит, так приспосабливается, что делает? Мама, она говорит, у меня только одна дочь, у меня нет двух дочерей. Проходит месяц, она говорит, что у нее одна дочь. Девочка живет у родственников в другом конце деревни. Проходит два месяца, мама говорит, у меня нет дочери, одна дочь у меня, второй нету, надо идти в школу, осень. Мама отказывается отдавать вещи и оформлять какие-то документы, которые должны оформлять родители. В результате социальную службу просто изымает девочку, увозит в другой город, помещает в интернат, потому что с мамой сделать было ничего, никак невозможно. В остальных отношениях мама была совершенно нормально, просто она не знала, как ей себя повести. Ситуация стала публичной, и она нашла единственный выход уйти в такой полупсихоз. Такая слепая история, нет, ничего не было. Все вместе, у меня всегда была только одна дочь. То есть уговор, ну как и решали не психиатрическими способами, а обычными социальными, уговаривали, приходили. Говорит, нет? А вот эта девочка уходит, я не знаю, кто она такая. Вообще, первый раз ее вижу. Ну это такой уже крайний случай, но он просто показывает, и понятно почему. Потому что если она говорит да, то тогда то, что сказала девочка, правда. Если то сказала девочка правду, значит она жила эти годы с неправильным человеком. А кто она такая, что она выбрала этого неправильного человека и так далее. Дальше в кухню разворачиваются круги атаки, которые не имеют завершения. Просто очень хорошо это вот видно. Вот. И поэтому часто ребенок скрывает факт. Иногда дети скрывают факт сексуального насилия, иногда скрывают факты физического насилия. Ну соседи иногда бывает, что по лестничной площадке допустим совершают какие-то действия сексуального типа по отношению к ребенку. Ребенок скрывает это, только не хочет с ним здороваться. А мама потом говорит, ну чего ж ты с дядей не здороваешься, вот сосед у нас такой хороший, позитивный, хорошая девочка, хороший мальчик, должен вежливо себя вести. Ребенок что-то бормочет в ответ. Мама говорит, ну ты такой невежливый. А тут дядя значит тоже подходит, говорит, ну вот как, ну, здравствуй девочка. И так далее. Да, демонстрирует видение. Это очень такая непростая ситуация и реагирует на нее обычно как на травму. Вот, как на травму, потому что, хотя вроде бы, события не имеются вот такого локализации, оно как бы развернуто во времени, оно растянуто в отношениях между человеком и обществом. Ребенок реально чувствует, что это разрушит то, что его окружает. Главное, в удивительный случай, почему эти типы ситуации отличаются от остальных, он не ошибается. Во многих других случаях я сказала бы клиенту, ну, ребенку или взрослому, будь прими, скажи правду. И тебе откликнутся, потому что мы обычно ожидаем, что если человек говорит прямо в реальной ситуации или в воображении правду, то ему откликаются, открывая сердце. Если он открывает сердце, ему открывают сердце. Это тот странный случай, когда, если ребенок или взрослый открывает сердце другому человеку, то это ведет автоматически к его изоляции. Хотя он не совершал преступления. Если он был несовершеннолетним, это очень важное заявление, то это не его преступление, он просто был вовлечен в события. Понимаете, в чем странность? Многие авторы не знали, как к этому вопросу подойти, потому что проявление эмпатии, проявление и призыв человека к большей открытости работают наоборот, наоборот, в обратном порядке. И мы, немножко позже, минуту через 2-3, покажу, какие концепции помогают справиться с этой ситуацией. Я думаю, что минуты через 3-4 перестану говорить ужас и приведу уже к практической части, ради которой, собственно, этот доклад был и сделан. Считаем, что инцент невозможная ситуация. Если кто-то в нее попал, то что мы делаем? Мы делаем так, чтобы это нас не касалось. Ну, например, молодой человек встречается с девушкой, ей 18, ему 18 или 19, они гуляют, у них секс, они собираются пожениться, и он ее спрашивает, и она его спрашивает, скажи, пожалуйста, какой у тебя был первый сексуальный опыт? А, допустим, он ей говорит, ну, мне очень стыдно признаться, но год назад на вечеринке мы там втроем говорили взрослую даму, и, в общем, у нас было что-то. Ну, как-то так девочка помнется, но подумает, ладно, это укладывается в какие-то рамки, правда? А ты? А она говорит, а у меня с папой, когда мне было 12 лет, папа вот приходил ко мне и вот как-то я боялась сказать маме, потому что она бы ночью на меня рассердилась, и поэтому тихо себя вела. Ну, он раз в месяц как выпьет, так и приходил. Вот стопроцентно эта ситуация, просто кусочек моего разговора. Как-то вот там получилось нехорошо. Мальчик попытался покончить с собой. Девочка, в общем, тоже ушла в депрессию. А почему он попытался покончить с собой? Он был человеком благородным. Он говорил так, я не могу ее бросить, я с ним разговаривала просто, я не могу ее бросить, потому что тогда я образовываю в трудной ситуации. Я не могу продолжать с ней отношения, потому что я не хочу, меня не влечет к ней больше. Я не знаю, что мне делать. Суицид был, к счастью, демонстративным, ну, то есть, по сути, чтобы попасть в поле зрения психиатров. Вот этот способ пропасть к психиатрам – это третий путь, да, то есть, я сошел с ума, а как бы я сошел с ума с одних рельсов, потом встал на другие, вроде уже ничего. Он нашел свой путь, да, спасения. Он сошел с ума и войдет в ум теперь на каких-то других идеях. Вот. Но это была обречена, да, то есть, ее прямой и простой ответ гарантировал, что они расстанутся. То есть, там другой комбинации просто. Культура фактически не предполагает. Ну, вот. Поэтому родственники будут говорить, что этого не могло быть. Окружающие будут говорить, что это вам померещилось. Слишком недалеко изучивший психоанализ, психотерапевт скажет, что это чудесные фантазии. Наверное, действительно, вам надо обратить внимание на то, что у вас были сексуальные интересы к родителям. И наш герой что будет делать? Он будет просто изолировать ситуацию полностью от того, чтобы с ней иметь какие-то дела. К чему приводит такая изоляция, тоже понятно. Она у нас будет на трех уровнях. Она будет на социальную групповую и он будет избегать некоторых видов встреч. Он будет чувствовать себя культурно неправильным, правда? В личностном отношении он будет как-то изолирован в области тайны и, скорее всего, у него будет отрицание своего собственного тела. Вот. и мы будем действовать как ни странно, не снизу вверх, а сверху вниз. И так мы приходим к теме терапии. Что же мы будем делать в этой терапии? Совершенно очевидно, что чем больше ты спрашиваешь человека, что же ты сейчас чувствуешь? Он говорит, либо ничего, либо я не знаю, как это со мной произошло, либо, как полагается, человеку, пережившему травму, он будет говорить, это я сам виноват. Ну, или что-нибудь более глупое, например, это со мной так должно было случиться, или зачем-то это было мне нужно, или это для меня было каким-то уроком, ну, или просто я не знаю, что делать. Я не знаю, моя мама умерла, но я до сих пор не могу сходить на ее могилу. Хотя мне уже 30 лет, я понимаю, что уход за могилу родственников это некоторая культурная обязанность, я не могу себя заставить. Я в 12 лет, когда я сказала, что отчим на меня обратил внимание как на женщину, она мне сказала, ты лжешь, этого не может быть. Или, да, отец, мне уже давно, он 40 лет, ему за 60, я живу с ним в другом городе, я не могу с ним поговорить, он не может со мной поговорить, мы стараемся не встречаться. Когда я оказываюсь в этой городе, я всегда общаюсь с ним только, когда я скажу гумористник, я вижу, что он что-то хочет мне сказать, но он не знает, что я тоже не знаю, что я могу ему сказать. Так вот, мы начинаем с того, что мы начинаем, как ни странно, не снизу того, чего человек хочет, а сверху мы начинаем с культурной нормативной области. Культурной нормативной области. То есть, понимаете, что получается? Человек перечисляет вам в терапии или демонстрирует в поведении все пять важнейших пунктов про себя. И то, что у него потеряна безопасность, и то, что у него нет доверия к людям, и то, что у него способность к управлению ситуацией снижена, и часто то, что бывает потеря права на собственное мнение и на оценку ситуации, такая покладистость, ну и в конце концов права на интимность и на привязанность. То есть, нарушение в области привязанности это просто программируемый результат энцестозных ситуаций в детстве перенесенных. И как будто бы у меня есть соблазн работать по каждому из этих пунктов как по отдельному пункту. Давайте мы будем развивать привязанность, давайте мы будем развивать способность к близости, развивать чувство безопасности. Мы развиваем, развиваем, а человек все никак. Мы снова восстанавливаем, снова никак. А оказывается, надо начать совершенно с другой области. Ну, например, с области, что у этого человека нет агрессии, способности к агрессии. Что он не смеет проявить агрессию, он не смеет проявить активность. Не смеет. Во-первых. Потому что, если он проявит агрессию, он убежден в этом, то станет известна его такая странная история. Если странная история, то его изгонят и так далее. Мы начинаем с того, можешь ли ты проявить свое право, можешь ли проявить свою агрессию вообще в каких-то ситуациях. Когда чего-то хочешь, чего нет. Ну, это очень просто. А еще вторая интересная вещь, что мы делаем фундаментальное направление от стигматизации к несчастному случаю. От стигматизации к несчастному случаю. То что такое стигматизация? Стигматизация – это значит, что произошло что-то, чему нет. Нет никакой возможности обративности. То есть, если девочка сказала мальчику, что мой первый опыт был с папой, независимо, то понравилось, не понравилось, было это насилие или это было любопытство, этого не поправить. Это стигма. Ну, она вот поделилась, разрушила отношения. Если бы мне поделилась, сохраняла бы тайну, нарушала бы идею спонтанности и интимности. Так плохо и так плохо. Это стигма. А моя задача, как терапевт, перейти от темы стигматизации к теме несчастного случая, происшедшей ошибки, происшедшего несчастного случая. Как мне сделать это? Потому что с несчастным случаем уже можно жить. К этому можно относиться, это можно обрабатывать, к этому можно восстанавливать позитивно-негативные отношения. Мне надо сделать так, чтобы он пришел от стигматизации к опыту несчастного случая. Так, от стигматизации к несчастному случаю в области восстановления этих дел. И мы вернемся, я сейчас, к сожалению, вернусь назад. Я вернусь на несколько слайдов назад. На три плана событий. И мы начинаем всегда с социально-культурного плана событий. То есть, если мы начинаем терапию с того, что ты чувствовал, что ты хотел, мы ставим человека в очень сложное положение. Если мы же начинаем терапию с того, что давайте рассмотрим ситуацию, кто был неправ или неправ в той ситуации. Чаще всего клиент говорит, я был виноват, я не сказала, я не сказала маме, я не сказала, я не закрыла дверь, я не позвала на помощь, вообще я была привлекательная, ходила там как-то вот. И вот эта вещь совершенно вредная. Мы очень ясно даем понять клиенту, и вот эта позиция, которую разделяют сейчас многие авторы, что неправ был только взрослый родственник. Тот, кто был старше и сильнее, он был неправ. Это было его либо злонамерение, либо ошибка. Если злонамерение, он совсем преступник, если ошибка, эта ошибка, он должен за нее извиниться. Ты. Это очень странная вещь. Вы обсуждаете этические, философские концепты, которые обычно, ну, психологи как-то, не очень обсуждают. А у вас на глазах клиенту становится легче. Ты думаешь, в той ситуации, ну, я понимаю тебя, сказала бы, что если бы ты сказала маме, что отчим к тебе пришел, стал делать предложение, или папа пришел, стал делать предложение, а ты сказала бы маме, она бы тебе не поверила. Это тебе не мерещится, сказала бы я своей клиентке или клиенту в симметричной ситуации. Это действительно правда. Это говорит о том, что ты хорошо понимаешь ситуацию. Я могу привести тебе 10 подобных случаев, когда так и было. То есть твоя социальная интуиция не врет. Понимаете тогда, что получается? Мы поддерживаем человека очень фундаментально, что ему не мерещится, что с ним происходило что-то не то. Что ему не мерещится, что он не мог обратиться прямо. Что его социальное чувство, что его чувство социально-групповое, культурное было адекватным. Это очень фундаментальная вещь. Мы говорим о социальном слое, о верхнем, а восстанавливаем психобиологический слой. Чувство адекватности себя, адекватности ситуации. И я никогда не скажу клиенту, ты был неправ, надо было позвать на помощь. Потому что он, ты был прав как раз в своей ситуации, что не звал на помощь. Это половина работы. А вторая половина, так не странно, тоже очень такая непривычная для меня, как для психолога. Когда впервые с ней столкнулась лет пять назад у клиентов, я думала, что это частный случай. Я думала, что желанием моих собеседников была бы месть или наказание, или, наоборот, соблазнение какое-то. Что-то такое активное, эмоциональное, чувствительное. Оказалось, что совершенно нет. Оказалось, что чтобы перейти от стигматизации к ситуации несчастного случая, вот этот вот важный тезис, необходима, очень простая вещь. Необходимо, чтобы тот человек признал, что он был неправ. Признал, что он нарушил культурную норму и сделал ситуацию невозможной. Вот это, понимаете, тезис такой странный, что если тот скажет, я раскаиваюсь, я поступил плохо, это не помогает. Если кто-то скажет, я чувствую вину, что я причинил тебе боль, не помогает. Помогает одно, если кто-то скажет, я нарушил, я вовлек тебя в ситуацию, я был неправ. Неправ. Я чувствую вину за то, что я был неправ, я раскаиваюсь. Там даже чаще всего нет, интересно, что в этих ситуациях почти всегда, если их проведешь в воображаемом диалоге или в реальном диалоге, нет желания наказания, допустим, тюремной изоляции или причинения боли. Чаще всего требуется, чтобы тот человек искренне сказал, что он понимает, что он неправ, что он сделал ошибку. Потому что тогда восстанавливаются права у моего собеседника, что не он попал в ситуацию, которая не существует, а его вовлек другой, который теперь признает, что он это сделал. Если же хотя бы в воображаемом разговоре или в реальном, в реальном не всегда такие возможны. Часто воображаемые только возможны. Тут продолжает говорить мужчина или женщина. «Нет, у меня были здрасти, у меня был порыв». Как говорил один профессор мой такой знакомый, он говорил о том, что в конце концов я имею право ходить голым по квартире в обществе, даже что у меня есть племянница. Ну и что? Меня на кафедре, где я работаю, партии правительства мучают, это были 70-е годы, меня заставляют там соблюдать всякие правила, еще и дома мне будут командовать в конце концов, мое тело, моя сексуальность, это моя свобода. А когда им говорят, ну у тебя же племянница и 12 лет, она стесняется, вы все хотите меня просто покорить, я буду диссидентом. Вот. И в этом случае получаются такие чудеса, что позиция терапевта отличается от позиции, знакомые по роджирианскому подходу, по психоаналитическому подходу. Это активная позиция с активным заявлением помощи, но не сочувствие бедненьких, в какую же ситуацию ты попал, это не помогает, а помогает активное признание того, что ситуация была нереальной, она была безумной, и что ты прав в том, что переживаешь человека к безумному, и что ты прав в том, что чувствуешь агрессию со стороны окружения, это не мерещится тебе, это не твоя агрессия. Реально люди реагируют на это, как иностранность. И, как ни странно, после такого признания все становится хорошо. То есть люди могут жить нормально, говорить уже об обычных чувствах, об обычных вещах, о чем-то лучше, о чем-то хуже, о своих травмах, мечтах, и, собственно, возвращаться к обычной жизни. Вот, собственно, путешествие, которое я вас хотела пригласить, оно завершено. У нас есть одна минута на вопросы, и мы завершаем. Спасибо. 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 Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok